Новости на информационном канале Севастополя в студии Левтина Игнатьева. Здравствуйте! В этом выпуске вы узнаете. Обрезка деревьев идет либо ранней весной, пока еще нет сокодвижения, либо поздней осенью, когда уже упали листья. Остались только ветки и пеньки. Кто и зачем спилил абрикосы на проспекте Октябрьской революции? Все эти моменты будут откорректированы. Долгожданный ремонт, реконструкция дороги вызвала вопросы у севастопольцев. Каждый учащийся при записи в кружок обязан пройти комиссию по состоянию здоровья. Давиногаз, автопарк станции юных техников, пополнился новым транспортом. А теперь об этих и других темах подробнее. Правительство Севастополя приглашает жителей вместе очистить от мусора русла реки Черной в селе Хмельницком. По словам начальника Главного управления природных ресурсов и экологии Сергея Самойлова, акцию проведут в ходе масштабного проекта «Вода России». Желающих помочь в очистке реки ждут 18 августа в 9 часов на площади Нахимова. Отсюда отправится транспорт к месту проведения работ. Участники мероприятия получат необходимый инвентарь, а самых активных ждут поощрительные подарки. Субботник во дворе организуют и жители дома номер 40 по проспекту Октябрьской революции. Правда, убирать будут не мусор, а забытые ветки после спила деревьев. По словам жителей, управляющая компания незаконно спилила живые деревья абрикоса около их домов. В проблеме разбирался Михаил Кумбров. Это же живое, живое, это живой абрикос, он живой, он кладоносит, он живой. Жители дома номер 40 по проспекту Октябрьской революции в недоумении. Буквально вчера в этом дворе росли абрикосовые деревья. Сегодня остались только пеньки. Кому понадобилось спиливать живые растения и кому они мешали? С этими вопросами мы обратились к представителям управляющей компании «Обслуживающие дома». Обследуются зеленые насаждения комиссии с управлением благоустройства. После этого выдается порубочный талон. Согласно этого порубочного талона, там указано, какие деревья идут под снос, какие на спил сухих веток. Сносу подлежат те, которые представляют опасность для жителей. Представители управляющей компании показали нам порубочные документы. Однако абрикосов в списках нет. Удивление теперь на лицах сотрудников. Кроме того, по словам жильцов, деревья не представляли опасности. Скорее наоборот, давали тень в жаркие дни. А некоторые даже собирали плоды с этих растений. Я разговаривал с ним, как старший, по подъезду. Они меня убедили, что они будут резать сухие ветхи. Я согласился, отошел буквально на 30 минут. И что я увидел? Они, значит, срубили под корень плодоносящие абрикосовые деревья, которым было больше 30 лет. А вот рядом с местом спила живых абрикосов остались высохшие деревья. Они представлять опасность действительно могут. Но их не тронули. По словам очевидцев, спиленный абрикос сразу вывезли на частном автомобиле неизвестными лицами. Остальные же ликвидированные деревья лежат во дворах до сих пор. Они загрузили себе бревна и с ними рассчитались, с подрядной организацией рассчитались деньгами наличными. За бревна, именно за абрикос. Слова свидетелей на фоне отсутствия документов и обоснованности спила под корень живого дерева звучат убедительно. Через час представители управляющей компании все-таки смогли показать другие документы. Там абрикосу действительно вынесен приговор с формулировкой «сильный крен ствола». Однако жители это тоже отрицают. Говорят, могли мешать только ветки, но не все дерево. Да и подписи членов комиссии по благоустройству и печати на документах отсутствуют. Перед тем, как их обследовать, они были промаркированы. Мы все их... Нет, не было. Не было. Не было. Не было. В нашем дворе не было. Мы говорим, не было. Мы собирали абрикосу. Мы с мая месяца, если бы она была промаркирована, мы бы видели бы эту маркировку. Жильцы двора настроены решительно. Планируют разбираться с управляющей компанией в судебном порядке. Этот абрикос, он плодоносящий. Он живой. Понимаете, он живой. Вот мне на ум приходит фильм «Отец танкиста». Когда танкист наехал на лозу виноградную, тот его вытащил, дал ему в ухо и сказал, что ты делаешь? Оно же живое. Так я и здесь и могу. Меня не было. И они бы не спилили. Если бы я был здесь, они бы не спилили. Пока вопросов к обслуживающей организации больше, чем ответов. Отсутствие документов на момент спила, уничтожение невнесенных в список деревьев, неубранная территория после работ. А за ситуацией на проспекте Октябрьской революции продолжат следить Михаил Кумбров, Александр Тарасенко, информационный канал Севастополя. В Севастополе взорвали еще одну бомбу. Быстро, бесшумно и безопасно. Специальную операцию провели совместно специалисты МЧС, Росгвардии и инженерного подразделения Черноморского флота. Жители ближайших к месту взрыва домов эвакуировали, а дороги перекрыли. О том, где и как нашли бомбу, узнала Марина Кравцова. Спецоперация началась еще ранним утром. Около арки на въезде в город развернули оперативный штаб. На месте ликвидации работали пиротехники. 50-килограммовая немецкая авиабомба во времен Великой Отечественной войны была обнаружена рядом со строящимся домом на улице генерала Мельника. Место, где находится опасный снаряд, оцепили. А в день проведения спецоперации из ближайших домов эвакуировали жителей. Благо, дома здесь в основном частные и место пустынное. Перед началом самой ликвидации перекрыли и дороги. Все для того, чтобы обеспечить полную безопасность горожан. Перекрывать движение пришлось менее чем на час. Взрыв со расстояния около полукиллометра даже не был слышен. Бомбу мощностью 24 килограмма в тротиловом эквиваленте обезвредили за секунду. Воздух поднялся лишь столб пыли. Учитывая близость к строению, особое внимание уделили подготовке места перед началом ликвидации. Конструкция данного взрывателя не позволяла его перевозку и транспортировку. Было принято решение на уничтожение его на месте обнаружения. Были проведены соответствующие расчеты, выполнены компенсирующие мероприятия по минимизации последствий взрыва. Над бомбой создали насыпь, а рядом вырыли противосейсмический ров, чтобы конструкции недостроенного дома рядом не пострадали. Нашли снаряд хозяева постройки во время земельных работ в дворе. При благоустройстве участки экскаватором выявлено, была вот эта авиабомба. Далее пригласили МЧС, полицию, Росгвардии прибыли. Бомбу СС-50 применяли для поражения живой силы и фортификационных сооружений. Радиус разрушений от взрывной волны 200 метров. А осколки могут разлететься до 600 метров. Если бы снаряд случайно сдетонировал стекла соседних домов, повылетали бы. Могли быть повреждены кровли и автомобили, проезжающие по дороге. Но специалисты сработали так, что даже строение в нескольких метрах от взрыва не пострадало. Вы видите, дом остался в полной сохранности. Деформации и нарушений нет. Организация и все инженерные необходимые действия сооружения выполнены качественно. В последствии войны продолжают находить. И сегодня, в конце июня, немецкую бомбу СД-50 ликвидировали в районе строящегося детского сада на проспекте Античном. А в июле такую же обезвредили в районе Микензиевых гор рядом с будущей трассой Таврида. Специалисты МЧС напоминают, что при обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной нельзя приближаться к ним и оказывать какое-либо механическое воздействие. О находке следует сразу же сообщить в службу спасения по телефону 101. А как бесшумно проходят спецоперации по ликвидации бомб, услышали. Марина Кравцова, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя. Далее поговорим о проведении дорожных работ. В середине июля на улице Яблочково начали реконструкцию дороги. Но после начала ремонта у жителей поселка Гресс появился ряд замечаний по согласованному ранее проекту. Дорога слишком узкая, бордюрой высокий, и часть жителей поселка выступила против такой схемы работ. Ситуация следующая, что сама дорога более трех метров была, старая. Сейчас ее сузили до двух с половиной метров, насколько я понимаю. Касательно бордюров, по сути, поднятие этого дела, оно абсолютно, я считаю, здесь не нужно. Это и источные воды, и дождевая вода, и бывает, и канализация прорывает, и все это будет вот здесь. То есть раньше мы не замечали этого, а сейчас мы понимаем, что по сути вот эти тротуары, они здесь не нужны. Согласно требованиям организации движения, бордюры и тротуары здесь необходимы. Они будут обеспечивать безопасность пешеходной зоны. Дорога на улице Яблочково находится в зоне жилой застройки, имеет классификацию второстепенного проезда с односторонним движением. Во вторник на место работы выехал заместитель начальника управления дорожного хозяйства Алексей Спичак. Он отметил, что после введения в эксплуатацию дороги она будет соответствовать всем нормативам и требованиям. Мы сегодня видим, что есть некое отличие проектных решений. Мы сейчас уже с подрядной организацией и проектировщиком в рамках авторского надзора подкорректировали эти решения. На следующий день поступил ряд замечаний от жителей в части примыкания дороги, в которой проводится капитальный ремонт, к жилым домам и социальным объектам. Все эти моменты будут откорректированы и примыкания будут иметь соответствующие высотные отметки. В одностороннем движении будет проезжать скорая помощь, пожарные машины и любая спецтехника. А чтобы избежать недовольства со стороны жителей поселка Гресс, еженедельно будут проводить собрания с обсуждением этапов реконструкции дороги. Как отремонтированы дороги Севастополя, скоро будут проверять ученики станции юного техника. Автопарк учреждения пополнился новым оборудованием. Модернизация проходит по программе развития системы образования Севастополя. Теперь учащиеся смогут изучить работу новейшей мототехники. Как проходит обучение, узнал Михаил Кумбров. На модернизацию станции юного техника в Севастополе из фонда президента Российской Федерации выделили более 20 миллионов рублей. Средства потратили на приобретение нового транспорта. Карты закупили в Индии, мотоциклы в Санкт-Петербурге. Появились здесь также и мини-баги. Качеством новой техники руководство организации и преподаватели довольны. У нас уже несколько лет работает кружок юный мотоциклист, на котором дети различного возраста обучаются вождению на мотоцикле. Но это не просто вождение на мотоцикле. Это изучение правил дорожного движения, безопасного поведения на улице. Это направление наше учреждение занимается уже несколько лет. Кроме класса мотоциклистов будет создан кружок обучения картингу. Ребята узнают, как проводить техническое обслуживание транспортных средств, разбирать и собирать двигатели. Все под контролем опытных инструкторов. А вот мини-баги на станции появились впервые, но уже привлекли интерес учащихся. Михаил с 8 лет учился ездить на мотоцикле и теперь решил освоить внедорожную технику. Я на баги сел сегодня первый раз. Между баги и мотоциклом есть различие в том, что на баги легче ездить, потому что здесь две педали. И тормозить легче, и заводиться. А по проходимости? По проходимости лучше баги, наверное. По словам преподавателей, дети занятия на базе станции посещают с интересом, а с получением этой техники ждут новых учащихся. Даже в период летних каникул у желающих обучиться больше, чем в прошлом году. Запуск двигателя производится стартером только на нейтральной скорости. Рекомендуется. Бензин открыли, зажигание включили. Нажимаем кнопочку. И он работает. Эта вся техника рассчитана на все возрасти. Если вот на картингах и на мини-баге, можно уже буквально с 3-4 лет детей сидят и ездят даже бегом, то на моей где-то с 10-12 лет. С коляской у нас с 10 ездят. В будущем станция юных техников закупит радиоэлектронное оборудование, робототехнику, станок для лазерной резки и авиамодельные наборы. О том, как стать техником, с детства узнавали Михаил Кумбров, Андрей Глушенко, информационный канал Севастополя. Российский писатель Эдуард Успенский умер вчера в возрасте в 80 лет. Автор книги «Каникулы» в Простоквашино «Крокодил Гена» и его друзья в последние годы сильно болел. Эдуард Успенский родился в Егорьевске 22 декабря 1937 году. Еще во время учебы в школе начал сочинять стихи и рассказы. Первую книгу «Четверо под одной обложкой» издал в 1966 году. Вместе с Аркадием Аркановым, Григорием Гориным и Феликсом Камовым. Эдуард Успенский написал сценарий к многим популярным мультфильмам. Дядя Федор, Кот Матроскин, Шарик и Почтальон Печкин стали одними из самых любимых героев. А многие фразы про друзей давно стали крылатыми. Полюбили не только фразы из мультфильмов по сценариям Успенского, но и песни. На детских праздниках часто можно услышать мелодию из мультика «Чебурашки». Пусть бегут неуклюжие пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Среди работы Эдуарда Успенского «Пластилиновая ворона» следствия ведут колобки. Дядюшка Ау, Баба Ега против, вниз по волшебной реке и многие другие. Они остаются популярными до сих пор. Коллектив информационного канала «Севастополя» соболезнует родным и близким писателя. Смена литературы и театрального искусства «Экспериментальная сцена» завершилась на форуме Таврида. На уникальной площадке встретились 450 молодых поэтов, прозаиков, драматургов, актеров, режиссеров, литературных критиков и исполнителей авторской песни со всей страны. В заключительный день четвертой смены подвели итоги конкурса молодежных проектов. 20 авторам вручили сертификаты на гранты от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Среди лучших и представитель Севастополя Валерий Александрин с проектом «Театральная улица». Он получил сертификат на 200 тысяч рублей. Напомним, в этом году форум Таврида проходит в 6 смен. Завершится 31 августа. А в Азово-Черноморском бассейне началась сезонная миграция хамсы. Промышленная рыба собирается в большие косяки и выходит через Керченский пролив к местам будущей зимовки. Сейчас из Азовского в Черное мигрирует молоть. Взрослые особи отправятся в путешествие осенью. Мешают ли опоры Крымского моста миграции рыбы? Узнаем из сюжета. Хамса мигрирует из Азовского моря в Черное и обратно каждый год. Стая рыбы преследует подводные пернатые враги, чайки, бакланы и дельфины. А Крымский мост, как отметили ученые, помогает малькам уйти от погони. Рыбки прячутся от хищников в тени автодорожных и железнодорожных опор и пролетных строений. Косяки малька проходят достаточно свободно между опорами моста. Это 595 сооружений, шаговое расстояние между которыми порядка 63 метров. Исключение у нас составляет фарваторные опоры. Две фарваторные опоры, расстояние между которыми 227 метров. То есть, в частности, мы говорим о том, что проектная документация, сам проект уже разрабатывался с учетом свойственного для данного района сезонной миграции промысловой рыбы. Наблюдения за экосистемой в Керченском проливе проводят каждый квартал с 2015 года. Район стройки века обследуют по эко-программе Крымского моста. Состояние флоры и фауны контролируют специалисты Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства. Данная программа является долгосрочной. Она рассчитана не только на период строительства, но также на период эксплуатации. Данная программа весьма обширна, включает в себя большое количество мероприятий. От биотехнических мероприятий до мероприятий по мониторингу окружающей среды, в рамках которого берутся большое количество проб, как почвы, воды, атмосферного воздуха и также измерения шума. Для защиты экосистемы в этом районе мост оснастили локальными очистными сооружениями, а все подъезды к путепроводу оборудовали шумозащитными экранами. По результатам весенне-летнего мониторинга, который проводился в районе строительства моста, было зафиксировано в разные дни достаточно большое количество дельфинов, порядка 600 особей. Они являются уже своеобразными спутниками нашего строительства. Это говорит о том, что негативного влияния со стороны проекта на окружающую среду в данном регионе не происходит. Район Крымского моста привлекает и пернатых. Птицы гнездятся рядом с новой автодорогой через Керченский пролив. По информации ученых, строительные работы и автомобили колониям речных крачек, куликов-сорок, шилоклювок и морских зуйков не мешают. А узнали о том, как живут возле стройки века рыбы, птицы и млекопитающие. Наталья Мешкова, Татьяна Бурдастых, информационный канал Севастополя. Столицу Филиппин называют мусорной империей. Свалки возникают на территории города и в бухтах. В государственные программы по переработке мусора не справляются с отходами 17 миллионов населения Манилы. Поэтому к борьбе с загрязнением подключились добровольцы. На кадрах волонтеры очищают побережье. Съедобные отходы отправляют на переработку удобрения, а пластик переплавляют. Отметим, что из-за загрязнения регион потерял большую часть туристов. Отдыхающие не желают ехать в город, где под палящим солнцем лежат горы мусора. В Севастополе в ближайшие дни тоже будет солнечно и жарко. 16 августа в городе малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 19 до 21 градусов тепла. Днем 29-31 со знаком плюс. Это были все новости к этому часу. Еще больше интересной информации смотрите на нашем сайте xtv.ru. Телефон редакции 54-51-12. В студии работала Левтина Игнатьева. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин